Добрый день, дорогие севастопольцы. Добрый день, Сергей Анатольевич Бен-Али. Здравствуйте. Да. Традиционно в серии передачи, о чем говорят Бен-Али, поднимаем глободневные вопросы, обсуждаем, рассуждаем, комментируем. Сегодня у нас такой вопрос. Вы знаете, на Бокалинчука, в детском садике, сегодня расположен суд Гагаринский районный суд района. Давайте сейчас посмотрим этот сюжет, который снят недавно, и после этого продолжим дальше. На 3 ноября 2022 года. Иду в суд и наблюдаю такую картину. Мне это очень глубоко симпатично. Это, понятно, сделано для того, чтобы машины не проезжали, чтобы они здесь не разворачивались. Но придумано очень здорово, так сказать, ограничить подъезд к подъезду. А если, например, вещи надо выгружать или загружать, то подъехать сюда не удастся. Вот так вот. Ну, я думаю, что скоро так будет перед каждой дверью. Количество автомобилей в городе Севастополе неуклонно растет. Все больше и больше автомобилей. И вот уже у нас вот такие вот новшества в городе Севастополе. Приятно, конечно, наблюдать, что народ думает и изобретает, как это все сделать. Ну, а здесь видно машины. Здесь и суд Гагаринского района, суд и здесь такой небольшой паркинг есть. И вот, чтобы люди не разворачивались, вот так все это примерно и происходит. Замечательно. Там же рядом с судом вот так сделано. Ну, специально, чтобы здесь идет площадочка. Вот, и, естественно, автомобили могли бы приезжать и здесь ставить своих, ну, тех, кто в суд идет. Вот, поэтому вот решили вот так сделать. И здесь остались узкий проезд, проход во мне. Ну, здесь все равно я, как-то даже когда был на машине, здесь спокойно заезжал. И можно вставить машину. Вот, поэтому мы идем к суду непосредственно. И здесь, как правило, всегда большая тропка. Здесь очень много всяких разных машин. И даже вот там дальше, за будкой, трансформаторами, там было перекрыто, блок лежал. А сейчас открыли, чтобы, видимо, уже сообразили. Вот. Ну, и также люди поставили здесь швакбаум, чтобы ограничить подъезд автомобилей. Вот. А это вот непосредственно здание Гагаринского районного суда города Севастополя. Вот, вот в таком, это бывший детский садик. Вот, я думаю, что надо его вернуть детям, а Гагаринский районный суд перенести. Более удобное место для и парковок, и для различных ситуаций. Потому что, ну, вот так вот, в принципе, не должно быть. Эти во дворе мучаются, слышат, как туда машины заезжают и прочее. Поэтому есть сложности, вот такие. И это нужно, естественно, менять. А здесь мы видим, даже знак поставили для инвалидов. Вот. Но пандуса пока здесь нет. Так что, вот такие, такие вот дела. Бокаличика три. Спасибо большое. Сюжет мы посмотрели. В общем-то, жители района, которые ближайшие дома, они все говорят о том, что им очень тяжело. Потому что большое количество автомобилей. Ежесекундно, ежеминутно, когда суд открывается, едут в суд. Ставить машины там негде. Они разворачиваются, ездят. То есть, это создает для людей улицы Вокаличика, вблизи дома номер три, это детский садик, создает массу трудностей. Вот. И, как в репортаже я уже и говорил, что вполне возможно нужно вернуть детский садик, это помещение детскому садику создать, детский садик. А районный суд нужно перевести в какое-то другое здание подальше от жилых домов. Например, хорошее местоположение, может быть, чуть лучше, но это Нахимовский районный суд, Балаклавский районный суд. А здесь... Ну, тот же Нахимовский суд, это детский садик, куда ходила моя... Я в курсе, я в курсе, но я имею в виду, что мы же с вами знаем, что по плану фактически до, по-моему, 26-го года должен быть на пятом километре в районе рынка построено огромное помещение, суд, Севастопольский суд. Может быть, как-то эта проблема решится, и суды, может быть, там районный суд, городской суд будут построены, сделать хороший проект, будут построены все вместе, рядом с там. И это облегчит работу, и, в общем-то, будет достаточно комфортно людям и подъезды, и машину поставить, и добраться на общественном транспорте. А высвободятся помещения именно под детские сады, которые сегодня так не хватает нашим гражданам. Что по этому поводу скажете? Не, ну, и вы, и я знаю этот суд. Наши шоу завали туда. Ну, конечно, постоянно завали. В машине поехал туда, честно говоря, искал место, где я припаркал. Потому что на территорию заехать, во-первых, там мало места, да, еще и не пустят. Не пустят, совершенно верно. Поэтому, да, и не место этому суду, там, во-первых, там естественные условия, где сидят, там, во дворах. Ну, и бывший детский садик, так же, как и на Макарова, о котором мы говорили, то же самое. Поэтому, да, я с вами согласен. Проблему решать надо. Да, надо это вообще, вообще, я считаю, за городскую черту надо суды выносить. В Байдарскую долину. Ну, это слишком далеко, но где-то вот, и то тоже, я считаю, суд в центре города, они... Да, это не очень удобно. Да и не надо в этическом плане даже, в этическом плане. Если хотят нам напоминать, что есть суды и будет, а я уже на протяжении последних десяти лет, во всяком случае, восьми лет, виноватым и так себя чувствую на каждом шоу уже. Мне уже, уже куда не посмотришь. На лево посмотришь, виноват, на право посмотришь, виноват, прямо посмотришь, виноват. А назад повернешься, опять виноват, да? Да. Но я хочу что-то еще добавить. Я, вы знаете, был в прошлом году в городе Екатеринбург, где полтора миллиона человек проживает. И там был, принимал участие в судебном здании по делу, по гражданскому иску. И там, так и называется, дворец правосудия. Это огромное здание, огромное. У меня есть, я сброшу этот сюжет, мы, наверное, тоже поставим наш ролик, где непосредственно огромное здание. Там, я не знаю, сколько этажей, этажей шесть, наверное. Вот, заходишь, гардеробная, вешаешь свой верхний, снимаешь верхнюю одежду, вешаешь шкафчик. Лишние ненужные вещи ты туда положил, которые тебе не нужны. Взял только самое необходимое. Там, телефон, бумаги, документы. Заходишь, идешь, стрелочки, лифт. Лифт показывает, где, какие залы находятся. Залов очень много, на каждом этаже. Есть кафе. В холле стоит кофейный аппарат, пожалуйста, пей кофе. Кожаные кресла, кожаные диваны. Сидишь удобно. Девушки, которые там работают, дел очень много. Они вот в таких же непосредственно корзинах возят дела, как вот в супермаркетах. Возят дела, то есть они их не носят, как наши вот так вот берут в охапку и вот так вот идут по коридору. И иногда падает вот все. Там все аккуратненько. А дальше висит на табло, высвечивается номер аудитории, номер дела и кого приглашают. То есть они так, как у нас иногда приходишь и либо ждешь. Или не знаешь. Да. Садишься, кресло, диван, сидишь просто наслаждается жизнью. Там можешь обдумать что-то, что-то порешать там и прочее. Ну, естественно, охрана, камеры стоят. Все как положено, как и везде. Но это просто удовольствие. Это я тогда думаю в Севастополе, извините, что... Дворец правосудия? Дворец правосудия надо тогда... На пятом километре? Нет, Балаклаве. Балаклаве рядом. Яхтенная марина, чтобы ты... Чтоб там же их и судить. И смотрел там, и наслаждался яхтами. Мы имеем в виду... Помечтал там, да, чтобы ты увидел, как олигархи живут, чьи яхты... А тебя туда судить будут или срок давать, или разводить тебя там будут, или еще что-то. А ты, для полного счастья, наслаждайся яхтенной мариной и представляешь, что это ты. Ну, да. Ну, если помечтать, можно, но я просто хочу сказать о том, что... Ну, я бы дополним. Вы меня знаете, что я 20 лет, больше 20 лет хожу по судам. И бываю в судах и в Санкт-Петербурге, и в Москве. И вот самая дальняя точка, где я был, я был в Тюмени, как это называется... Не доезжая от Тюмени к городу, не доехал 100 километров всего, ехал там даже на автобусе. Пышма, верхняя Пышма, или как-то Пышма, это очень районный суд. Ну, понравилось, вы знаете, понравилось. И в Санкт-Петербурге мне нравилось там, и... А в Москве мне вообще очень нравится там. Ну, да, похуже, чем в Екатеринбурге, но все-таки здорово. То есть помещения, ну, здания, помещения должны быть красивыми, серьезными, оборудованными по самой современной технологии. И, естественно, тогда будет приятно, даже если вынесут какой-то приговор, тебе будет приятно по этим коридорам проходить, и будет приятно получать эту информацию. И это замечательно. Ну, в этом мы и мечтаем, но на самом деле я считаю, что все-таки надо все-таки в одном месте сконцентрировать. На пятом километре есть этот проект. На пятом километре? Да. Рядом с кладбищем? Нет, рядом... Чем сразу, да? Нет. Все условия? Там, на месте, где сейчас, сегодня находится торговля. Ну, если вы говорите, нам нужен генплан, а не то, что там точечные эти застройки. Ну, к сожалению, у нас... Вы хотите, Сергей Анатольевич, я свой прогноз сделаю? Давайте... Генплан не будет принят. Ну, за 20 лет. Никогда он не будет. И в 25-м году он не будет. Это невыгодно. Правительству сегодня, на мой взгляд, выгодно делать... Вы поменяли тему. Ну, вы сами... Я просто сказал. Короче, смысл такой, что, в общем-то, севастопольцы, что вы по этому поводу думаете, и, в общем-то, садики нужно вернуть детям. Все лучшее должно быть в нашей жизни. Нет, но если суды будут лучше, чем садики, это тоже несправедливо. Да? Тогда детские сады должны тоже соответствовать. Понятно. Чтобы наши дети росли уже в таких условиях. Хороших условий. И распихивались, конечно. Всем спасибо. Все замечательно. Все хорошо.